так ну что ж я приветствую вас ребят на своем канале продолжим проходить 10 mortal kombat завершили мы пятую главу и сейчас естественно как это положено начнем шестую оформляйте подписки ставьте лайки пишите комментарии на мы начинаем всем приятного просмотра ладно ладно убирайся соня соня остынь убьешь меня никогда не найдешь амулет соня нам нужна эта информация соня соня не делай того чем позже пожалеешь говори куатанский дьявол там по меньшей мере два отряда таркан таркатанов постоянно перемещаются что вы не видели здесь недалеко может километров двести ты знаешь что делать дома удачи конец связи у тебя есть новости земного царства она разговорился указал где найти мелину амулет у нее но и и очень хорошо охраняет мы атакуем немедленно можно ударить с двух направлений армия нападет на мелину отвлекает ее а это особь добывает амулет не в одиночку это особь пойдет с тобой но здесь важна маскировка ты меня не слышал ты можешь помочь девора мы удовлетворим их просьбу и я наконец избавлюсь от мелины пять лет назад это особь понимает ваши доводы но приходит к другому заключению как и другие это особь не хочет видеть мелину правительницей но нет гарантии что ваш план сработает поэтому я пригласил нашего друга из-за терры выслушайте не присоединитесь к нам я много знаю о мелине скорее мятежное правление закончится и расчисти дорогу для котоля что тебе известно такого что могло а вот они где трое твоих советников шушукаются как горничные интересно о чем тебе стоило бы послушать наш совет зреет война с преисподней и я потребовал примирения с земным царством а я уже говорила что скорее умру чем стану вести переговоры с убийцами грядет опасность ты отвергаешь разумные решения ставишь под угрозу все царство а метиш не ставит договаривай пока не расстался с языком на самом деле наследница шаукана она голем шан джун выковинью кузнецы флоте я сам это видел твои претензии на трон не бесспорно как ты смеешь я стала наследницей шаукана согласно его указу да ты стала ею но внешнему миру нужен новый вождь ты тупой кошки убить его это оцепь больше не служит милине защищайте свою императрицу наш создатель шаукан мертв мы сами выберем кому служить ты заки ха 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 блядь ну я не могу нахер я вот этот языке так ночью рубилова да не шарю я этой и все равно ты идешь за милиной шаукан завоевал мой мир я должен остаться в нем я эту я удалю его последнюю короче что он там утолит обезьяна лысая вот теперь я женщины кинул понятно в общем надо на расстоянии чуть-чуть это делать ты что такой галимы а мы так не договаривались кидал приносим ее апперкот видели такой себе персонаж девора на самом деле два удара 18 процентов неплохо неплохо да ты заебал уже дядя вообще какой-то конченый вообще конченый ужасный ужасный амс его вот эти короткие такие удары лезвиями этими так ну жопа он и а и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! Казнить, типа. Ты что, фаталити? Я не помню такого, честно говоря. Барака мертв. Последний союзник покинул тебя. Выведите ее. Мы готовы служить новому правителю внешнего мира. Значит, вы служите Коталькану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришли сдаться, предательница? Ты смеешь говорить о предательстве? Эта особь знает, ты мечтаешь о троне. Так зачем? Я ее советник. Я гений, который придумал украсть амулет. Он понемногу убивает ее. Когда обе стороны ослабеет, ты зайдешь. Именно таков мой план. Блядь, как быстро тут эти субтитры. Жаль, что ты не увидишь его воплощение. Блядь, очень быстро субтитры. Ну, прям очень быстро. Блядь, а здесь красиво, слушайте. Блядь, а здесь красиво, слушайте. Блядь, а здесь красиво, слушайте. Ну, вот нахрена, блядь. Ну, вот этот брейкер, это, ну, блядь. Сделайте его на другую кнопку, что ли. Блядь, а здесь красиво. Конец твоим козням. Уходишь без своего друга, Девора? Твоя народ считает, что мы обхватим ваш остров. Но на самом деле вы про... Блядь, ну пиздец. Кайтрид... И немедленно достигну его, короче. Че-то там... Простите, ребят, короче. Ну, блядь, сами видите на эти субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь два жителя Эдении погибнут. Че, фаталити опять? Ты говорила, что вы не друзья, но ты их не убьешь. Кстати, голова целая? Хорошо, идем. Прочь. Это очень неприятно. Девора! Девора! Эта особь знала, что ты от Амулето далеко не уйдешь. Ты отняла мой трон, а теперь хочешь лишить меня шанса вернуть его? Ни то, ни другое тебе не поможет. Да кто ты такая? Я тоже заберу у тебя кое-что. Твою жизнь! Мудизм ты у меня заберешь. Блядь, ну она резкая, конечно. Блядь, да как этот X-ray использовать-то, а? Вот стерва. Быстрая, быстрая, очень. Блядь, да как это? Да, как-то она наискосок прыгает, непонятно. Надо на расстоянии это все делать. А как это все сделать, если она все время, короче, там, подходит ко мне и пытается меня унизить? Что иногда у нее получается. Вот допустим сейчас. Да ты достала меня, женщина! Твоя смерть порадует эту особь. Хватит болтовни, прикончи меня, чтобы я могла воссоединиться с отцом. Ты не достойна смерти от руки императора. Я передам эту честь своему верному первому министру. Я предала мне правильному первому министру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что вы делаете? Земному царству нельзя доверять амулету. Он остается у меня. Согласно пакту Рейко, пакт меня больше не заботит. Вы можете отказаться неполезными, когда Рейден придет за вами. Поворот Это особь их обманула. Амулет в руках Коталькана. Ты сможешь его достать. Я единственная, кому он его доверяет. То, что ты произвела все эти годы возле трона Всеворного мира, огромная удача, Девора. Они не подозревали, что среди них есть ученик высшего владыки. Эта особь живет ради служения Шиноку. Прекрасная работа. Теперь доставь его мне. Незамедлительно, Кванчи. Передательница, передательница. Да, да. Повелитель. Нет ли вестей из внешнего мира? Скоро Шинок будет на свободе. Поспешим в мою крепость. Есть проблемы? Две проблемы. Продолжение следует... Твоя жена сказала детей искать. Вы с Верой хорошо поболтали? Как всегда. Это национальный? Никогда такого не видела. Вряд ли ты пришила обсуждать сельхозтехнику. Ты прав. Давай к делу. Нужна твоя помощь. Моя помощь? Знаю. У меня нет никакого права. Ты знала, что я хотел. Джеки вызвался добровольно. Она сама пришла ко мне. Я знаю. Послушай, я понимаю, почему ты не хотел, чтобы Джеки вступила в спецназ. Почему ты ушел в отставку? Если бы мне пришло и жить с памятью о том, что я была одним из головорезов у Кванчи, я бы давно вышибла себе мозги. Ты же знаешь Веру. Она бы этого не допустила. Так зачем тебе нужна помощь? Дело в беженцах из внешнего мира? Хуже. Амулет Шинока. Он у Мелины. Черт. А Сарина сообщает, что Кванчи всплыл в преисподний. 25 лет ни слуху, ни духу, и вдруг он возник. Когда в игру вступил амулет Шинока, это не может быть совпадением. Поэтому ты нужен мне. Ты знаешь Кванчи. Мы не станем возобновлять твой контракт. Будешь наблюдателем. Кейдж. Джакс. Что такое? Просто хотел взглянуть. Может, поможешь меня уломать? Ну да, ведь в последний раз у тебя так хорошо получилось. Я хотел бы попытаться. Джакс, ты нам нужен. Помоги поймать Кванчи. Если он доберется до амулета, мы все в опасности. Иди во внешнем мире. С отрядом Кейси ищет амулет. Она справится. Скоро мы услышим от них. Миссия выполнена. Что думаете, бойцы? Они хотят нас убить? Тогда бы они уже это сделали, если только Коталька не планирует пригласить нас в качестве гостей в Колизей. Ну, если бы они не убьют нас, то моя мама убьет меня уж точно. Трудно быть дочкой генерала. Ты не представляешь. Представляю. Мое сиятельство дед от отдел Шан Цзуна. Спас земное царство. Как думаешь, часто вам об этом вспоминают на семейных сборищах? Это было 600 лет назад. А кажется, что это было вчера. Никакого давления. Я тренировала всю жизнь. Могу принять почти любой вызов, но все равно ощущаю себя недокейджем. По крайней мере, на тебя кто-то возглавил надежды. А я думала, вы с отцом лучшие друзья. Это сейчас. Он долго не появляется. Я тебя понимаю. И каково было расти с отцом, который раньше был... Мне просто интересно. Наверное, не просто было. Иногда он слишком меня опекал. Когда я записывала спецназ, мистер Кейдж лично сообщил об этом моему отцу. Он думал, это смягчит удар. В тот день я не забуду никогда. Отец вернулся домой со сломанной челюстью. Ладно, я разберусь. С чем ты разберешься? Доверься мне. Отойди от решетки. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok